И снова пятница, снова здравствуйте, привет ботаники! Итак, у меня сегодня очередная видеозапись в мой ботанический журнал. Сегодня у меня мониторинг, плановый и не плановый, мониторинг литопсов. Созрел к этому, идут большие перестановки на балконе. Сезон пересада, прививок, готовимся к прививкам, еще не прививки, но уже готовимся к прививкам кактусов. Поэтому нужно все переставлять, осматривать, рассматривать, делать выводы, умозаключения. Так что сегодня буду рассказывать о литопсах, о своих наблюдениях, выводах и умозаключениях. Делиться опытом, то что знаю, то что не знаю, потому что большинство ботаников, они делятся только своими вот такими вот результатами. Вот что у меня выросло, вот какой у меня жирненький, вот все как красиво выглядит. Но никто с ботаников не любит делиться своими шишками и неудачами. Так, литопсами я начал увлекаться, и вообще кактусами, суккулентами я начал увлекаться вот где-то здесь. Вот. Но это мой даже чуть-чуть раньше, потому что не первый мой посев, это уже третий посев в эту дату. Потому что первый посев я благополучно убил, второй посев я благополучно убил. И вот где-то с третьего раза у меня начало что-то получаться. Начало что-то получаться, и вот так вот до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня, вот так вот у меня оно растет. Не все, конечно, растет, много погибло. Это ботаника, тем более если это хобби, вы только начинаете увлекаться. Будьте готовы к тому, что у вас что-то будет погибать, что-то будет отмирать. Это нормальный ход, это нормальное явление, особенно в ботанике. Итак. Первое, что мне нужно сделать, это сделать выводы по поводу грунтов, которые я использую. И в очередной раз я прихожу к очередному умозаключению своему же, что вот в более плотных грунтах, вот в более плотных грунтах, вот так вот где-то, вот это и вот это один грунт, и растение, вот это и вот это один и тот же вид. Но вид очень сильный и мощный, это фулвисепс C266, генетический вид сильный и мощный, начинается, это заметно быть, начинает с момента посева, и дальше по ходу все это видно. И вот растение в более плотных, более влагоемких грунтах, а вот это растение в чисто минеральном субстрате, и тут оно растет медленнее. И таких горшков у меня с минеральными субстратами, чисто минеральными, тут много, половина и половина в более плотных грунтах тоже сидит. В общем, все это на уровне эксперимента до сих пор, но сегодня я уже пришел к окончательному выводу, что для литопсов, насмотрелся, как они там растут в природе, в естественных условиях, для литопсов в моем климате, на моем балконе нужен грунт более плотный и более влагоемкий. Потому что вот такой грунт, он хороший, но он, вот видим, как сидит и не дергается. Сколько уже, это уже не первый полив, это уже не первый полив, я уже поливал их несколько раз, и дожди были, под дождями были. И в то же время видно, что в более плотном грунте растение быстрее надувается, а в этом полилы он через два дня высох, и растение не успевает отходить и набирать влагу. Вот чисто минеральный, вот чисто минеральный, тут чисто минералка, 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 ну и так далее. Вот, поэтому буду переводить потихоньку на более плотные грунты. Основной состав грунта это 80% минералка, 20% органики. А с минералки, с минералкой такая у меня кухня. По минералке у меня в состав входит в основном базальт, циолит, перлит, пумис и всякого рода камушки. Кварц, не кварц, там все минеральные, которые вы можете найти, можете использовать. И самый главный компонент, почему-то я заметил, что лучше всего литопсы реагируют на наличие глинозема в горшке. То есть там, где был глинозем, литопсы у меня росли лучше, чем в других горшках. У нас этот глинозем называется хамра, в других местах может быть называться по-другому. И, наверное, поэтому они растут лучше. Потому что я смотрел там в оригинале, где они прорастают, они там тоже сидят в таких плотных глиноземных субстратах. Глиноземные какие-то, в траве, с травой, с органикой, с глиной, с землей. Вот такой вот грунт, как в естественных условиях, нужно готовить для литопса. И тогда он будет вот такой вот красивенький, жирненький. И вот так вот. Так что вывод по грунтам я сделал на сегодня. Буду пересаживать в более плотные грунты. Будут отдельные видео. Так что смотрите. Наблюдайте. Буду показывать, как я пересаживаю литопсы. Так, как пересаживаю, будет отдельное видео. Как я поливаю. Вот я вот так вот поливаю. Беру поддон, наливаю воды, ставлю сюда горшок. И вот так вот он у меня стоит. Пока вот видно, вот мокрый литопс, вот сухой литопс. Пока литопсы не помокреют, пока вода не поднимется на поверхность литопса. И тогда я уже смотрю, что достаточно. И больше их не поливаю. Определенный период. Кроме того, я использую и верхний полив. Иногда, когда это стоит на балконе, просто с пшикалкой, с компрессором, с помпой, с насосом. Я беру и их поливаю. Вот так вот поверху их поливаю. Но в основном, 2-3 раза за сезон, я вот делаю вот такое вот замачивание грунта. Вот это у меня же стоит со вчерашнего вечера, где-то с 8 часов вечера. И сегодня уже где-то, сейчас я снимаю 12 часов дня. Вот и считайте. С 8 до 8, 12, 13, 14, 15, 16, 16 часов. Это у меня уже стоит вот так вот горшок в воде, ничего страшного. Дальше, по поводу посадок. Литопс, социальные растения, то что я понял. И литопс любит вот такие вот кучки. Никогда не сажайте литопсы по одному, по два. Говорят, что из-за того, что они социальные растения, когда они сидят по одному, по два, они стагнируют и начинают уходить в мир инойше литопсов. Сажать вот такие вот кучки тоже хорошо, но этого мало. Нужно кучки где-то 15-20 литопсов на горшок. У меня тут горшки десятки. И как видим, вот такие вот горшки. Ничего страшного, пускай толкаются, пускай распирают друг друга. Почему? Потому что литопсы, даже вот так вот 20 литопсов на горшок, они, когда начнут цвести, они могут цвести неравномерно. И один отцветет, другой не распустится. Может такое быть, что на один горшок будет из 20-30 литопсов, будет только один цветущий. Не знаю, как у кого получается. Я говорю, у меня еще руки кривенькие в этом плане. Вот, к примеру, видим, один отцвел, один из пяти отцвел, и все. И не с кем было запилить, и вот так вот он и закончился свести. Так, что еще по поводу литопсов? Некоторых ботаников раздражает и напрягает наличие прошлогодних листочков. У меня они снимаются, после полива они размокают и снимаются вот так вот. Вот все, что остается от листа в моем случае. Я их не трогаю. Когда есть настроение просто помедитировать, я их вот таким вот образом беру и снимаю. Но меня это сильно не напрягает. Иногда они есть, иногда их нету. Ну вот такие вот. Вот что остается от листа после нормальной смены литопсом листа. Вот что остается от листа. Ничего. Он просто усыхается до такой степени, что там ничего нет уже. Что еще где-то там найти, еще какой-то листочек, который кому-то может не нравиться. Вот где-то здесь тоже вот такой вот. Вот все, что остается от этих листочков. Это не страшно, это нормальное явление для литров со сменой его листов. Он знает, как с этим бороться и как с этим уходиться. Ну что некоторые говорят, что это там вызывает какие-то загнивания, не загнивания. Ничего они не вызывают. Это естественная для литопса форма роста. Метод, способ роста. Вот он растет и таким образом даже может быть создает в себе какую-то защитную среду. От механических какие-то там повреждений или еще чего-то. Вот так вот. Такие литопасеки. Было мне в этом году все и росло и не росло. Кое-что росло, кое-что не росло. То, что сидело в хорошем грунте, хорошо подросло. То, что сидело в плохом грунте, плохо подросло. Вот вам и результат. Результат качества грунта. Нарост. Так. Что тут? Какие-то козерки, наверное, покоцали. Вот еще один листочек. Кому интересно вот так вот сидеть медитировать, можете сидеть над горшками и снимать прошлогодние листья на литопсах. Это все под настроение, кому нравится. Единственное главное, что нужно обращать внимание, не повредить само тельце литопса пинцетом или каким-то другим механическим воздействием. Поэтому я эту процедуру не очень люблю. Вот как растет у меня с такими листьями. Вот пускай и растет. Ничего страшного. Были за этот год случаи разные. И вот самое худшее, что может произойти у вас с литопсами. Это вот такое вот непонятно почему. Отмирание. Соответственно, тут я буду грунт менять, спасать эти растения. Еще у меня таких на спасение несколько горшочков нужно пересадить. Ну, это уже пересадка в отдельных видео. Сейчас у меня мониторинг. Смотрю, что делать. Что-то пересажу, что-то не пересажу. Что-то оставлю так. Так, что у нас тут еще. Это у меня нонейми, солянки. Вот тоже видно один литопс. По какой-то непонятной мне причине начал просто загибаться. Вот сейчас давайте его достану. Вон, видно, да? Просто взял и помер. Жил-жил и помер. Причина неизвестна. А другие вот сидят вот так вот. Соответственно, этот я извлекаю. Потому что вот эта мокрая масса от литопса, она так и да может дать какие-то загнивания. Вот. И тут вот еще какой-то один боец помер. Ладно. Так, у меня еще там есть несколько мелких горшков, которые я тоже сделаю. Из них солянки. Вот такие вот нонейми, миксы. И будем смотреть. Потому что есть литопсы с потерянными номерами. Есть литопсы, которые там от посева осталось 1-2. Не больше. А вот самый лучший показатель правильного ухода за литопсами и его содержание. Вот такие вот литопсы. Но еще раз говорю, 5, 6, даже 10 литопсов на горшок не хватает. Будет, расцветет один. Остальные могут не расцвести. И, соответственно, не будет опиления. И, соответственно, не будет у вас семочек своих. А это очень важно. Ну, на этом, наверное, все. Пойду дальше заниматься своими литопсами. Сейчас что-то начну пересаживать. Заодно буду снимать видео. Так что следите за обновлениями, кому интересно. Все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok